здравствуйте коллеги здравствуйте ребята и девчата с вами феликс и сегодня мы поговорим с вами надеюсь на тему о которая вот последние дни очень сильно стревожила нас дропшиперов говорю нас чтобы не отделять себя от всех остальных но как знают те кто давно следит за моими видео блогами перед основной темой обычно несколько слов на другие темы первое о чем хочу сказать не знаю как меня находят те кто хочет заниматься дропшиппингом но думаю в основном через youtube просматривают всякие ролики выставляют товары все что хочешь там начинают быстренько торговать но во первых не просматривают весь процесс от начала до конца и не просматривают вот этот вот ролик который выставлен на главной странице youtube а это я к тому моего канала смысле что я начал обучать платно и когда вы обращаетесь ко мне с вопросами за консультацией и тому подобное я не могу на них отвечать потому что это несправедливо к тем кто заплатил за это та информация которая не ущемляет их прав она будет появляться и появляется время от времени на основном канале так что вы должны тоже понимать что это ну не правомерные обращения не правомерные просьбы если же вы посмотрели только то что вам нужно и не посмотрели то о чем я но прошу выставил на главную страницу что все просмотрели это просто неуважение ко мне поэтому пожалуйста не обращайтесь ко мне за личными консультациями хорошо следующий вопрос следующий вопрос это вот у нас вот это вот такая вот группа здесь люди задают вопросы общаются как на стене группы так и в чате при этой группе кто более осведомлен он помогает это все на добровольной основе и тут уже про получается так один и тот же вопрос несколько раз задается разными людьми то есть человек зашел ему надо уточнить что ты он пишет вопрос он не читает он не смотрит он не ни на что не обращает внимание за вот такой объем информации которые это не мое это вот ребята те кто в этой группе они отвечали они старались они помогали допустим ну вот кому-то да вот этому человеку ему ответили помогли но заходит другой и не смотрит на то как же выйти из этой ситуации и он опять пишет то есть он проявляет неуважение ко всем другим участникам этой группы пожалуйста будьте внимательны и аккуратны по отношению к тому что сделано с другими людьми но от души и от чистого сердце один и тот же вопрос постоянно крутится постоянно крутится и никто ни один ни два вопроса а многие вопросы и стена превращается ну в облудилку не надо такого делать следующая просится в группу без аватарок без ничего я добавляю некоторых пишу чтобы выставили аватарку хоть какую не обязательно свою фотографию все равно ноль эмоций время от времени чищу но это не помогает это не помогает давайте уважать друг друга ну и наконец она болевшим я не люблю обсуждать осуждать тем более то что делают другие участники продвижение темы на амазон но в последние несколько дней появился ролик от известного ну коуча назовем его так который взбудоражил весь интернет и самое удивительное то что свои методы свои свою помощь свое обучение скажем так у него полностью закрыта только по ссылкам хотя эти все материалы их можно найти в интернете а вот эта страшилка у него в открытом доступе почему-то то есть ты или то или то дело во вторых у этого тренера две смертельные скажу так рекомендации для дропшипера этого абсолютно нельзя делать первая рекомендация номер один которая прямая дорога в бан значит он говорит если у вас ухудшилось здоровье это обычно бывает со всеми кто только начинает это со всеми в том числе и со мной было такое потому что у тебя пока что нет надежных поставщиков ты можешь ошибиться в листинге просить отменять ордер ордер не отменяют сам отменяешь и это все плохо сказывается на здоровье это практически неизбежно у всех и после этого плюс к этому еще и вставать в листинге как он говорит вставать высоко рейтинговые листинге сбивать там цену продавать пусть даже с небольшим минусом но количеством продаж залечивать свое здоровье вот это прямой путь к жалобе на вас этого делать категорически нельзя если кого-то пронесло зовут с данным методом это не значит что пронесет всех и и второе об этом тоже есть ролик у меня в открытом доступе про эти проклятые скажу так коррент ли она в лейбл люди от жадности крепятся к таким листам приходит владелец бренда и тут же жалоба на использование на контрафакт и так далее со самый первый риск от этого коррент ли она в лейбл есть и еще риски я них не рассказываю не считаю это нужным просто говорю что я этого не делаю если хотите тоже не делайте не хотите делайте как вам как вас учат как вам советуют другие и вот в доказательство моих слов что amazon не зверь у меня вот буквально пару дней назад был вебинар по данной теме тоже наши ребята платники так называемые волнуются естественно они тоже с разных мест получают информацию в разных группах смотрят всякие сообщения и вот тоже было обсуждение вокруг этой темы я им говорил и говорю вам всем вот кто сейчас меня слушает и видит смотрит amazon нам не вы не враг amazon нам не враг amazon с нами желает сотрудничать по удалению брендовых товаров есть два варианта или вам пишет сам владелец бренда через информацию там о доставке информация о продукте есть такая кнопочка он вам пишет что это мой бренд удали пожалуйста все кидаются воевать мол покажи свои документы пока покажи свои доказательства ну большинство кидаются на это ну и он доказывает обычной жалобой в amazon после чего идет бан идет бан и вот ты смотри как плохо со мной поступили другой вариант опять же я говорил своим что amazon ну как бы делать нечего смотреть на наши листинги это не так он не смотрит там бренд ты выставил или нет он заглядывает ваш аккаунт только после жалобы и есть еще и обращения от владельцев бренда то есть владелец бренда обращается к amazon чтобы он рассмотрел вот всех кто продает вот данный бренд вот его бренд предоставляет amazon у осины и после этого amazon уже в автоматическом порядке у всех у кого перечислены подобные товары делает рассылку делает рассылку с предложением убрать этот товар с продажи с предложением или с рекомендацией скажем так и сегодня вот буквально вчера сегодня сегодня у нас уже тут 9 число до 9 собрался снимать ролик попросил переслать мне два похожих письма вот это одно из них вот переслали можете прочитать не буду вам мешать могу подсказать что просто этот владелец бренда связался с amazon и перечислил те осины которые соответствуют его товару его бренду amazon пишет что мы удалили эти листинги те кем вот эти осины и можем заново их выставить то есть активировать если владелец бренда снимет свою жалобу и предлагает вам связаться с ним с владельцем бренда и и договориться показать ему доказать и ему не амазону что вы как-то на законном основании купили этот товар и только после того как вы убедите владельца бренда он опять обращается к амазону и просит снять с вас именно с вас запрет на продажу этого товара это одно письмо и вот буквально перед тем как собрался снимать ролик еще одно письмо которое пришло одному из наших ребят ну девчат потому что это это девушка слово в слово один в один то же самое написано в этом письме от амазона амазон не зверствует просто скажу еще одну вот по роду своих занятий заглядываю во многие аккаунты то есть просят как товар продать как то сделать как все сделать на почтах несколько тысяч непрочитанных писем это это уму непостижим вот люди работают в четвертой компании мира в четвертой компании мира у них на почте по две три тысячи непрочитанных писем вот есть расширение там или просто заходишь на почту несколько тысяч непрочитанных писем так нельзя работать на амазоне на амазоне надо работать аккуратно по поводу этих банов вот в этой группе есть старики скажем так которые были в скопчате со мной когда только только его открывал сколько вы их перевидели наверное сотнями видели что мне забанили аккаунт мне забанили аккаунт или там вот мне пришло письмо удалить листинг допустим он мне даст доказательства вот как настроены люди на работу на амазоне естественно всех вас забанят тех кто вот так настроен что я буду там шашкой махать требовать у всех доказательства если что и письма вообще оповещение не буду читать сегодня на на стене группы вот скрин сейчас найду все можете зайти и посмотреть этот скрин вот этот по моему да вот этот вы посмотрите сколько на этом скрине поздних ответов на письма покупателей вы только посмотрите ну разве так можно работать на амазоне разве так можно работать вот buyer seller contact metric разве так можно работать вообще не обращать внимание на почту естественно ну по-другому быть не может колей при таком отношении по-другому быть не может а то что сейчас пошла пурга извините меня что всех подряд безбожно банит это это обычный трюк обычный трюк приходите к нам мы знаем как вас научить вот мы до сих пор учили неправильно а сейчас будем учить вас правильно потому что там получилось не знаю что ничего не получилось амазон как работал так и работает просто надо быть внимательным и аккуратным и относиться ответственно к этой к этому бизнесу это ваш бизнес это не работа на дядю это это ваш бизнес поэтому прошу всех успокоиться пересмотреть свое отношение к бизнесу на амазон и все у вас будет хорошо будьте внимательны будьте аккуратны будьте отзывчивы будьте ответственны и все еще раз повторюсь вот просто запомнить амазон не был бы амазоном не был бы четвертой компанией в мире если допускал такое отношение к себе к бизнесу на этой площадке чтобы вы даже письма не прочитывали от него вот на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс это это не это не это не это это Продолжение следует...